Девочки, спасибо за... Ой-ой-ой, какой колючий! Ой, страшно! Ага, вот корень пошел туда, в землю пошел, прирастился, и он и привилась так, тоже вот так отпиляю, все, вот так вот. Страшно, все, отпиляла, это вот так вот сейчас землей, землей вот так, чтоб не это, намажу. Какой здесь может быть маникюр, если... Девочки, земля сырая, страшная. Страшно сырая земля. Вот так. Так. А то я смотрю, думаю, это что ж такое, шиповник действительно, что это такое. Вон, такая красивая розочка. Вот эта веточка. Ну, в общем, понаблюдаем. Спасибо, лаймочка. И девочки там еще писали, спасибо вам огромное. Боже, я как красота, ты. Так, а вот это вот, девочки, я стояла только, чтоб полчаса тратила время. Вот это вот так вот руками вырываю, а потом возьму ножницы, немножко постригу. Боже, как она... Это же дожди идут, разрастаются, страшны. Вот эти колоски убираю. Ой, хотя бы не было сегодня дождя. Утром проснулась холодина. Ну, я хоть поспала, отдохнула. Я вчера туда проводила прямой эфир. Спасибо, девочки мои хорошие, мои любименькие, что зашли ко мне. Мы пообщались так, да? Вот пообщались, ну, действительно. Ну, женщины, женщины. Я как-то так, знаете, ну, на расслабоне, как-то так откровенно с вами и пошутила, и серьезно, и... Ой, у нас тихо, спокойно, слава Богу, хорошо. Очень так, девочки, поддерживаете и семью, и Украину. И украинские девчатка мои. Такие любенькие, золотенькие девочки. Все, когда зашло девочек с других стран, да, вообще, сколько меня поддерживают. О, я не знаю, сколько есть золотых людей. Сколько есть золотых таких хороших, добрых. Таких прямо, хоть, как сказала бабушка, Натаня, есть такие люди, хоть до раны прикладай. Так, а действительно, вот народная мудрость, а так оно и есть. До людей. До людей. Все равно. Я всегда говорила, я даже когда, вы знаете, я была когда молодая, я уже рассказывала, мы с мужем где-то немножко занимались, покупали свиней и перепродавали. Ну, чтобы перепродать, это надо было свинью зарезать, колбасу сделать, сало посолить, мясо продать. Там выходило, я уже не помню, ну, не очень много. Ну, нам хватало, тоже в 90-е годы безработица. Так я торговала на рынке салом и гормясом на первом этаже. Боже, вспомню, работы нет, ничего нет. А я на втором этаже с соленым салом. И вот, это то же самое, что площадка Ютуб. Есть такое, что-то из себя представляет, непонятно, что хочет, плюется, кричит, ногами топает, обзывает, что сало воняет кнурятиной. Хотя, ну, какую кнурятину, если мы покупали кабанов без яиц и свиночек, девочек покупали. И коптили, люди же там покупали, постоянные были покупатели. Ну, лишь бы поднять шум возле прилавка, чтобы люди не подходили. Я говорю, та женщина, та что вы? А еще даже не пробовала. Я говорю, попробуйте. Ну, это были, знаете, единичные случаи. Ну, так расстраивалась, знаете, энергию высосит. Вот так вот и здесь, в Ютубе. А покупатели есть такие, боже мой. Ой, какие смачные, дайте мне килограммчик, дайте мне килограммчик. Фить, фить, фить. И вот, вы знаете, есть такое поверье, если первого мужчину встретишь рано утром, то день хороший будет. И вот мы что же, что покупатель, был какой-нибудь дедушка или мужчина. Ну, это было редко. В основном мы женщины ранней пташки. И я вот, знаете, во что я верю? Есть у людей легкая рука. И вот уйдет покупатель с легкой рукой. Боже, девочки, я же не стояла. Я быстренько за час все продала, килограмм пятьдесят. Я вам серьезно говорю. Копченое сало мы дольше продавали. А вот такое соленое быстро раз, 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 люди и разобрали. Ну, а копченое надо распробовать. Чтоб было не перекапченное, знаете. Чтоб было, ну, в общем, в меру, чтоб соли было. Чтоб меньше было потерь. Чтоб было сочное, а не сухое. Там очень-очень много. Игорь делал как? Делал рассол. Замачивал в рассоле. Выдерживал с чесноком, там, с разными специями. Ну, какие раньше были специи? Лавровый лист, горький перец, не горький этот, душистый перец, чеснок. И вот оно сутки стояло, а потом он его высушивал и в коптилку. Коптил всю ночь. И вот оно еще горячее. В пять утра грузили машину и ехали торговать вот этим копченым салом. Пока все документы оформим. Обязательно к ветеринару, там, на озерке. Ну, скажу честно, никто его не проверял. Давали деньги. А знаете, почему давали деньги? Так дешевле. Потому что они как возьмут килограмм пять на пробу. Девочки, серьезно. Вот зачем им пять килограмм на пробу? Я, конечно, утрирую, но богатеньку. Что проще, проще заплатить было. И стоишь с этой справкой, что сало хорошее, сало все. Но потом еще может пройти проверка. Брать на анализ. Но эта проверка уже городская была. Но они не наглели. Они брали по кусочку. С каждого кусочка по сто, по двести грамм. Придут, возьмут. Короче, кормили всех подряд. О, пообрывала. Пока с вами болтала. Смотрите, пообрывала. Так, пускай сохнет. Я потом буду так пилки на место. А то мама будет меня рухать. Пока с вами ля-ля. Вон, видите. Я вчера шутила, а губчики помаленьку выходят. Вот они, знаете, у нас как долго-долго сидят. Потом только раз, смотрю, мама уже подвязывает. Вот как я тему развила. Да, люди, люди. И везде так. Так вот у меня и в городе люди узнают. Кто с таким обожанием. Кто прям, я аж как-то, знаете, ну, и не ожидаешь такого. Ну, а кто, конечно, бывает очень такая агрессия в мою сторону. Меня даже там одна не захотела обслуживать. А другая, ой, Нателла, это вы, здравствуйте. Я говорю, не, я пошла. Да, оставайтесь, остановитесь. Я говорю, не, 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 не. Знаете, такая хамка. Она на меня, начала меня обзывать жлобихой, жадиной. Я даже не знаю, почему. Думаю, какое-то видео посмотрела, с чего она взяла, что я жадина. Может, что-то просила у меня. А мне что же пишут? Нателла, помоги там тем-то, тем-то, тем-то. Так, а что у меня канал, сколько же зарабатываешь, чтобы я могла помогать. Я только тем могу кинуть на карту, кто действительно, и то обманывают. И то обманывают. Вот недавно опять написала, я ее заблокировала на другого аккаунта. Говорит, я тебя обиделась, ты мне заблокировала, та, которая помогла. И потом же моей зрительнице пишет Оксане, Оксана, пожалуйста, тот же текст, что я мне писала, помогите, я голодаю. И я ее опять заблокировала. И эта Оксана перестала ко мне заходить. Ну, это новая моя зрительница, она, видно, подумала, что здесь какие-то мошенники на канале, понимаете? Ой, так что, тут тоже. Тут тоже, ребята. Потом девочка тут зрение теряет, моя подписчица. Надо 40 тысяч на операцию, она мне написала. Нателла, если что, можно обратиться к твоим зрителям? Я говорю, конечно, я попрошу зрителей, скажу. Потом она пишет, Нателлка, спасибо большое, что вы ответили мне. Ну, муж деньги вроде как нашел, вроде бы хватает. Молодая женщина, такого ужаса, как я немного моложе, катастрофа, надо было срочную операцию делать. Она то ли 42, то ли 52 тысячи стоит эта операция. Ну, а сейчас для Украины девочки откуда? У нас такие деньги, вы сами понимаете. Так я эту женщину знала, я ей платьица высылала, блестящее свое. Она такая благодарная мне, прям, как травка завяла. Вот это, а что она так завяла? Потому что она сильно так посажена. Надо, чтобы коты ее ели, а коты ее не едят. Мама, а какую клевать, если они свою траву жрут? Ну, Верочка босиком ходит. Сегодня она себя лучше чувствует, три дня она отдохнула. Так, аутфит Веры Анатольевны. В полосочку шорты, в горошек, зелененькая кофточка. Сверху, любимая, девочки, заметьте, любимая, единственная тельняшечка. Мама, Алис, алле, вот так вот. Добрый день, Мальчик. Добрый день, видите, уже ожила чуть-чуть. С самого утра. С самого утра, видите, да. Помидорчики мне, красавица, красавица. Заюженная, никому не нужная. Оля-ля-ля-ля, сразу. Мама, не впады, не впады. Не впады. Так, девчатка. Видите, мама, на огород, чтобы пойти, разбывается. Так, вот эту клумбу надо привести в порядок. Где-то здесь была клумба. Девчонки, льет. Мама, да, а потом хочу подрезать. Ну, это я сейчас так. Подрезать я буду, я знаю, как. Хорошо, я не забираю. Я пока со зрителями разговаривала. Глянь, сколько поубирала. Я видела. Глянь. Пока своими подружками. У меня есть подружка и друг. Кумыс, ты друг. Кумыс, друг. Через ло. Я не знаю, друг не друг, но у меня смотрит. Он вчера мне написал. Я когда не накрашенная, похожа на Самвела сестру. Ну, может быть. Для кого как. Так, девчонки. Мама поцарапала помидорчики. Смотрите, какие они несчастные, но они цветут. Девчатка, они цветут. Я их побрызгала перед дождем от болезни. Завтра поеду куплю еще, потому что дочь посмывала. И все-таки буду какашками. Сейчас покажу, какие какашки. Ну, девочки, смотрите. Да, несчастные, да. Может, у вас красивые. Ну, я не знаю. Я не знаю, что делаю не так. Я стараюсь, правда. Оно все... Так, Степа. Оно все в бурьяне. В бурьяне. Как мне нравится вот эта розочка. От нее никакой ни запаха, ни пользы. Но зато красота. Знаете, какая польза от красивых женщин. Ну, так и от красивых цветов. Какая польза. Так, девочки, посмотрите, как оно бродит. Гляньте, даже муха седая. Настоящий, мама. Ты видела? Куриный помет. Вот, смотри, как оно. И вот это вот буду пол-литровую баночку на ведро воды. Кто пользовался, можете написать, сколько вы льете. Когда настоящий... Я не знаю, это же настоящие в гранулах просто. Я делала литровую банку на ведро. Ой, а пахнет неприятно. Литровую банку на ведро воды, 10-литровая. И подкармливала этот помидоры, перч, перчик. Это мой укроп. Кинзу не убираем, пускай сеется. Так классно, когда зимой снег только сошел, а уже есть кинза. Я заморозила, кинзу есть у нас. Так, сейчас, девочки, еще, что я хотела вам показать. Мама, вот даже дожди идут. Помните, я вам клубничку показывала, что она собирала? А мама вчера, после дождя, мы вчера с удочкой просто очень далеко уезжали. Поздно приехали. Ну, как поздно приехали? Не в 2 часа ночи, где-то в 8 уже были дома. Но все равно устали. Смотрите, я сейчас ее помою. Видите, как ты, господи. Смотрите. Сейчас я ее помою, высушу и заморожу. Не буду я пока ни пирожки, ничего делать. Мне сейчас некогда. Заморожу. И пускай будет замороженная. Потом, даже летом буду компот из вишни варить и клубничку добавлять. Конечно, можно было бы компот, блин, сделать на зиму. Так, а сколько надо клубники туда, бутылек, сыпать? О, кстати, а может и сделаю. Сейчас, короче, что-то я придумаю, девочки. Так это же лимонная кислота надо. Стакан сахара, лимонной кислоты, чайную ложку, да? И закатать. Кипятком заливаешь, да? Можешь сделать по роботу летчикам. Ладно, я еще подумаю. Тут так мало клубники, что не о чем говорить. Но все равно. Я еще поддерживаю пиончиков. Дихлофосов мух. Тут травлю. Такой дихлофос хороший. Вы знаете, он, знаете, как вот раньше было в Советском Союзе. Такой вонючий дышать можно было отравиться. А сейчас нет, он без запаха. Зато мух нет. Зато мух нет. Ой. Так. Боже, как хорошо, когда тихо у нас. Как хорошо, когда тихо. Вот так вот. Раз. Сейчас почищу и поставлю в вазочку. Отойди, Степушка. Отойди, любименький. Шаг в шаг. Шаг в шаг. У меня там вазочки в комнате стоит. Сейчас добавлю к себе. Ой. Да шо ж такое? Сходи. Вот так вот. Боже, как краток век этих цветочков. Как краток век. Вот такой красоты. Но как же они пахнут. Как же они пахнут. Ой. Это просто, девочки, балдеж. Что такое мне снилось. Люди, люди. Какие-то ямы, препятствия. Ой, господи. Як нас ныться. Точно, что правда укажут. Дурно спит, дурно сныться. Вот у меня стоит. Сейчас поменяю водичку. Значит, он несчастный, но я не буду его выкидывать. Вот так сейчас поставлю вазочку. Фух. Ребята, я не показываюсь, потому что я не очень. Ну, видите, в каком виде. Какая-то футболка. Я не накрашенная. Так, привет вам скажу. В общем, я с вами поздоровалась. Увиделась. Побеседовала. Хочу всех поблагодарить, кто подписался на мой канал. Я просто хотела своим зрителям показать, что я сделала. Это розочку я обрезала. Я не знаю, как блогерши снимают себя вот это вот. Ну, это чертишок в зеркало. Ну, как это? Это неуважение, мне кажется. Да? Так что лучше я в окошко. Лучше я в окошко. Ну, правда, потому что я не это. Ну, я не очень хорошо выгляжу. Я не накрашена. Не хочу, как бы я огонь. И прически нету на голове у меня. Без прически. Я сейчас покажу. Короче, покажусь. Не, не покажусь. Нет, 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 нет. Приду себе в порядок, потом, когда буду красивой, на меня женихи смотрят. Да, девчата? О, я не могу. Я действительно. Язык без костей. Все. Всем пока. Хорошего воскресенья. Хорошего дня. Теплого. Недожливого. Вкусной еды. Хороших отношений. Чтоб семья была в сборе. Девочки, кто сыновья, мужья, братья, любимые, на войне. Ждем, надеемся. Слава залужному. Слава нашим пацанам. Ждем с нетерпением. Возвращайтесь живыми. Все. Всем пока, мои хорошие. Слава нашим пацанам.